Односолодовые виски, да? За такую цену, блин, интересность. Это чушь, наверное. Да, блин, зажигаться полная чушь, че-то. И придумали односолодовые виски. Дали на олени. Они подожгли. Цветочки. Блин, нет-нет. Всем привет-привет, друзья. Привет-привет. Коктейль ТВ эфир из Новая Яша и мой отец Станислав Николаевич. И сегодня у нас опять вечеринка в стиле шотландского виски, да? Односолодовые виски. Сегодня у нас вот такой вот... Твой любимый. Ну, не мой любимый, а вообще виски любимый. Сегодня у нас Глинфидих. Правильно, надеюсь, произнес, потому что, да? Как написано? Где Глинфидих, говорят? Где Глинфидих? Ну, Глинфидих, я думаю, все-таки. Вот такой 12-летний релиз. Он самый молодой у них, самый молодой из спирты. Давай эту тубу откроем. Зажди, мы тут красно-белые. Посмотрим, за 1600 всего продают. Да еще плюс 10% скидки. Ребята, что нельзя за такую попробовать? Да, интересно то, что вот он стоит реально 1600 рублей со скидкой 1490, что ли, там где-то около этого вышло. Просто односолодовые виски, да? За такую цену, блин, интересно, с таким интересным... Я вот это многоу ни разу не знаю. Да, регион Спейссайд. Говорят, типичный Спейссайдовский вкус должен быть. А что на треугольме? Как грант? Так это, да, это делают братья Гранты. Семейство Грантов, да. Да, ну история такова. Давай я сразу начну открывать его, нальем. История как бы у него интересная. В 1886 году был такой Уильям Грант. А, так он его придумал. Вот, да. Бухгалтер с 15-летним стажем, расслеживаешь. И решил, так сказать, придумать виски, вискокурню сделать. Мне вот интересно, вот бухгалтера у нас, вот если вы... Могли бы вискокурни себе? Хороший бухгалтер, видимо, раздарил не одну фирму, наверное. У нас министр спорта дороги стоит, что теперь? Нормально. Да. Ну и в общем, вот он сделал вискокурню. Цветочки. Построил. И в 87-м году ее запустил. Но так как конкуренция большая была и не знал, как раскрутиться по соседству, была вискокурня Глин Ливит. И в один прекрасный, не прекрасный, вернее, злочастный день, злорадный, или как его назвать, грозой, типа, подожгли, ой, не подожгли, загорелся Глин Ливит. Да. Это, они подожгли. Ну да, у тебя не знали, тоже интересно. Глин Ливит сгорел, и все перешли на Глин Фидих. Как бы он стал очень популярным, мир скрутился, так сказать, с помощью вот такого, такой грозы, или, не знаю. Глин Ливит мы с тобой пили, у нас он есть. Глин Ливит, да, вот, как раз вот этот есть. Еще у меня там там бачки стоят. В этом глобусе у нас он тусуется. Вот, в общем, они выпускали его, даже во время Первой мировой войны, во время сухого закона в Америке, даже наращивали темпы. А интересно, Глин Ливит, ой, Глин Фидих, тем то, что, в принципе, они придумали односолодовые виски. Как бы, его правнук уже, получается, они всегда стремились придумать что-нибудь новенькое. То есть они самые первые были, что ли? Ну да, наверное, получается так. Ну вот смотри, история такая, то, что его правнук, не помню, какие его зовут, вот он долго-долго с Чивосом, они спорили за односолодовое, он говорит, нужно выходить на качество, придумывать качественные какие-то новые вкусные, сложные вкусы, как бы, сорта. И вот он взял с собой Глин Фидиха, Глин Фидиха, и поехал в Америку, на Нью-Йорк. В Нью-Йорк, там у него какие-то были друзья, и со своими там друзьями, они у него, репортеры, ну, которые пишут в газетках, вот эти люди, да. Все, он с ними провел там какие-то беседы, и на следующий день все заголовки пестрели, типа, чудо Шотландии какое-то привез. Вот и так появился сингл-молл, как говорит у нас история. И с того времени, вот они заняли третья рынка, ну, в свое время. Молодой, кис, слушай. Да, вот интересно придумали, молодцы, блин, спасибо вам. То есть они придумали до Сауды, флаг в руки. Интересно то, что все еще правят, это его уже там, по-моему, пятое поколение, праправнуки, получается, уже правят. То есть они никогда не переходили ни к одним, ни к другим. Не продались от Чивоса. Не продались от Чивоса и другим, да. А, слушай, запах улетучивается. О, пока спиртозно сильное. Ну что, сделаем виски-паузу? Запах улетучивается. Что нам за 1500 рублей интересно предложат, да? Да, давай попробуем. Давайте, нажмем на паузу и подождем 15-20 минут. Подождем, подождем, подождем. Ладно, давайте. Ну вот и подошла наша виски-пауза к концу, наконец-то, да? Посидели мы минут, наверное, ну 15-18-20, да, где-то? Ну, то есть минут 25, наверное, у нас постоял. Потому что все рекомендуют однозначно вот этому виски постоять. Скоро посмотрел обзоров. Обзоров очень много, если кому-то интересная история конкретно. Ну, напишем в описании, конечно, под роликом. Ну, и также, мне кажется, можно набрать и будет очень много на YouTube, да? Цвет у него красивый. Мне нравится этот цвет. Я посмотрел, что мне нравится. Здесь колор, мне кажется, добавлено все-таки. Так, бочки. Вот здесь написано то, что на бутылке, что они используют, ну, какие-то европейские дуб, да? Американские, европейские дубы и в бочках из-под Долороса и Бурбона. Это Пионер, Синга, Молох, категория, односолодовые виски, бочки из-под Долороса. Ну, в общем, вот, бочки из-под Долороса и Бурбона. На первый нос сразу груша идет. Сразу груша. Офигеть, да? Офигеть, груша прям, да. Потому что это мой любимый фрукт. Я ошибиться точно не могу. Как будто Вильямовка, а ракет. Нет, так вкуснее, да. Твой запах был обалденный. Там чисто груша была. Там чисто груша была. Ну, бочка где-то такая не сильная, да? Ну, спирт-телозность есть еще, слушай. Не, ну, нормально уже, посмотрите, тем, что попробую тогда сразу же. Ну, какой-то не очень, да, насыщенный? Слабый, но слабый, насыщенный вкус. Вроде бы сильно, но... Ну, цветы есть, вот цветы какие-то, да. Цветы, может быть, цитрус. Ну, насыщенный какой-то, что ли? Подсокший цитрус какой-то такой вот. Ну, что, на вкус? Да, все заценили. Пробуем односолодовые виски. Глинтфидик 12. Для меня же скалат, по крайней мере, первый глоток. Да, груша. Пытаюсь шоколад протянуть, шоколад должен быть. Пытаюсь поднять его. Где, здесь? Я что-то не заметил. Ну, типа, на посвкусие шоколадка, ну, что-то какой-то, наверное, не чувствую. Ну, цитрус какой-то вот чувствуется, да? Цитрус, груша, ну, груша. Сухость. Ну, сухость, да. Сухость, да. Ну, какой-то грушевый напиток, да? Так, еще побольше пудочек, что-то я маленький делал. Вообще, за такую цену неплохой виски. Но ничего в него тоже особого нету такого. Знаешь, он слабый. У него как будто нету 12 лет выдержки. Он какой-то слабенький. Ну, перечность какая-то у меня прям что-то, как бы, обожгло какое-то, как-то, не знаю. У меня пока нету. У меня прям все в эту суши прямо. Суши, да? И вкус. Вот тут груша есть точно. Я не знаю, в других магазинах за 0,7 продают просто по акции 3 тысячи рублей. 2,999 за 0,7. Блин, 2 этих можно взять? И, блин, это, вот я сколько хожу у нас по всем магазинам? Это литр уже получается можно взять. Вот только красным белым такая цена. Ну, такая цена, в принципе. Литр Федик переводится как «Долина оленей». «Долина оленей». Тут обзоры смотрели, там, что-то не сказали, откуда эти лени. И швецы пешком пришли. Вот он реально подключает «Долина оленей», да? Просто, что-то, я смотрю, какие-то споры были. Да там «Долина седы» тот пишет, кто там «Оленей» пишет, кто там «Сами» были «Оленей» пишут. Ну, может, и «Оленей» тебе. Ну, «Глинливит» поинтереснее, да? Ты, кстати, ну-ка, достай, может, нальешь маленько? Ну, давай не сейчас. Сейчас. Давай после ролика. Сейчас мы с вами с вами обязательно. Ну, я отозначу поинтереснее. Этот слишком слабкий. Нет, у него ничего нету. Вот он обыкновенный, мне кажется, такой. Ну, посидеть можно. Ну, крепковато. Вот у меня почему-то сухость вот эта крепосуховатость, да, на послевкусие. Да. Никакой шоколадки не буду чувствовать. Может быть, чуть-чуть какого-то белого, что ли, шоколадка, такого молочного. Сливочного вообще ничего вкуса нет. Бочка тоже такая неярко выраженная бочка, да? Из-под хейиса даже хейис не чувствую. Ну, в общем, не знаю. Как нам не советовали, попробуйте носить с 15-го, да? Да, можно с него бы его начинать. Не, ну, мне хотелось просто пробовать за 1600 рублей. Просто я не знаю. Да как мимо пойти за такой ценой? Таких друзьям, гостей. Всегда, блин, не знаю. Ну, выбираешь там где-то до полутора тысяч обычно. Я беру, если так вот просто идем там посидеть, да? Да. Где-то примерно так вот, ну, до полутора. Потому что два как бы уже, ну, дороговато, это уже что-то можно дегустировать как-то вкусно. А вот за полторы, там, до тысячи. За два это надо сидеть, вот именно там. Ну, да, это уже. С друзьями идешь кота посиделки. Так, да. Хлоп-хлоп, и все, нету ничего. Вот. И как бы неохота найти напиток, который идеальным бы я брал бы, не заморачиваясь, знаешь. А вот напиток я, кстати, ни разу не покупал. Обычно сейчас, ну, не знаю, как бы часто, почему-то у нас все друзья, Бурбон, да, вот, как-то Бурбон, Джек Денинс. С всех Джек Денинс почему-то пьют. Да, как-то перешли все на него, не знаю, почему и с чем связано, ну, не знаю, вкатывают все, они все довольны. Сначала все пьют так, потом начинают уже с газировкой и, короче, приходят. Я вообще Джек Денинсу люблю, что теперь сделать? Я спокойно. Ты давно уже не пробовал. Ну, как давно? Ну, после досалодок ты. На 8-й мат. Какой 8-й мат? На твой день рождения. Денис? Вот такой маленький фокочек. С Шериданом, да? С Шериданом. Ну, после досалодок тоже не знаю. Ну, в принципе, можно, да, за полторы тысячи красно-белом. Даже вот пойти к другу гостей взять. Ну, да, интересно, красиво, тупо как бы, да. Одно подарочек можно взять. Можно, ну, я не знаю, как посоветовать, допустим, начинать с него. Как бы, вот, кто хочет одно слово. Ну, что у нас многие сейчас вообще, блин, ты хочешь даже начать пить виски. С чего начать? С такого. А денег-то, как бы, все жалеют на первый свой виски попробовать. А вот, вот, там, 3,5 тысячи, 5 тысяч. Блин, нет, нет. И, как бы, не знаю, типа, может, им подешевле. Вот, Грифик, даже не знаю, посоветовать его, нет. Я бы не читал. Я бы тоже, наверное. Капни, чуть-чуть. О, давай с водичкой, да. Какой, может быть, с водой, да. Капни маленько. Ну, вот, я читал, что рекомендуют вообще сольдом. Я не очень люблю сольдом виски. Виски выпить лучше. Чистим, да. Может быть, капелька вот этой воды, она, конечно, ничего не раскрывает. Не поменяла, да, сольд? Ничего не даже не поменяла. Ну, вот, знаешь, только ирисковые какие-то стали более, более мягче он стал. Я не чувствую, честно. Мне кажется, помягче немножко. Все равно сухость. Сухость, да, какая-то есть такая, да. Не очень приятная, да. Вот как бы спирты какие-то чувствуются. Маслянистость какая-то маленькая, да, вот такая вот насыщенность, да. 12 лет, блин, что-то как-то, не знаю. Не похож на 12 лет. Не похож. 12-летний, вот, Гли Ливи, да, 12-летний, там, что там, еще какие-то пробовали, да, вот эти все, асбек, там, не знаю, ну, все вот эти. Old Moor. Old Moor. Altimor. 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 Ну, в общем, ну, не знаю, начинать с него даже я бы не стал. Не. Он за полторы тысячи, в принципе, пусть стоит. Пусть стоит. Пусть стоит. Пусть толчаса, да. Сейчас он, там, придут товарищи, попробуют, и ничего не остается. Че тут 05, это че тут пипит? Так, конечно, че тут. Ну, ладно, теперь будем прощаться, в общем, пейте виски, это все равно вкусно, это интересно, это каждый раз что-то новенькое, есть какие-то разочарования, ну, я немножко разочаровался. Я тоже, как бы. Я немножко, я думал, я знал, что он такой вот, ну, думал, что все говорят, а, типа, знаешь, я еще думаю, что 05 бутылка. Я как-то к маленьким бутылкам всегда плохо отношусь. Таня, такая разница, не кажется, без разницы. Может быть, без разницы. Кто-то писал, что для красно-белого специально такие беспунтовые делают? Это чушь, наверное. Да, блин, тоже гад, полная чушь, че-то. Мне кажется, такие фирмы, как Блинфидик, не стали бы для чушку это делать, да? Ну, ладно, что, будем прощаться? Все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, будем еще одно соло дую, будет много, долго, пока будем живы, будем пробовать. Новые, новые, наверное. Пока они не под запретом будут, да? Да. А все. Давайте. Пока-пока. 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 Пока-пока.